Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и наконец-то стартовало событие, которого все ждали, хэллоуинские празднования в World of Tanks Blitz. Я обожаю хэллоуин, обожаю хэллоуинские машины и хочется сразу отметить, что лесная ведьма мне очень сильно понравилась как тачка. Я уже сделал честный обзор, он уже есть на канале, вот ссылочка, переходите, посмотрите, плюс ссылочку обязательно добавлю в описании. Кроме того, друзья, вы всегда можете рассчитывать на то, что на моем канале вы всегда найдете свежие новости и абсолютно честное мнение по поводу всего, что в игре происходит. Поэтому, если вас это все интересует, прямо сейчас подписывайтесь на канал, поставьте, пожалуйста, лайк данному видео и обязательно пишите комментарии по поводу увиденного. Ну а давайте теперь новость саму разбирать. Как я уже сказал, стартовало ивентовое событие Ведьмина Проклятие. У нас есть 11 дней для прохождения данного ивента. Огромная цепочка, каждая из вот этих вот пунктов необходимо закрыть за тысячу так называемых глифов. Как собрать эти глифы я сейчас расскажу, но особо, ребят, дальше вот сюда вот нет смысла ехать и смотреть, что тут будет, если вы не собираетесь покупать себе вот этот вот пропуск мистическое озарение либо тайные знания. Дело в том, что без них дальше 19 уровня вы все равно не уйдете, если не задонатите. Поэтому в целом все, что могут себе позволить те, кто задонатить не имеет возможности, это дойти до вот этих вот бустеров, а именно бустеров опыта. Все, привет, дальше вы никуда не пойдете. Почему так? Дело в том, что за каждую боевую задачу, которую вы будете выполнять, вы будете получать по 100 глифов. Я уже прикинул, получается так, вот здесь 1000 глифов, если у вас есть Мэджай, если вы его не продали, есть Кошмар, Лесная Ведьма, но откуда она у вас сейчас возьмется, Дракула, Ликан, Хелсинг или Фараон, то тогда на вот этих машинах, играя, выполняя вот такую вот индивидуальную боевую задачу каждый день, вы получаете еще 200 глифов. Того получается 1200. Давайте будем исходить из того, что все-таки Мэджай недавно бесплатно раздавали, многие сейчас его добирают, ну и соответственно, в целом, если вы прям совсем результативный игрок, и каждый день будете выполнять прям все вот эти боевые задачи, которые являются бесплатными, то, соответственно, будете собирать в день 1200 глифов. Если вы будете играть с особым пропуском, то здесь будете брать еще 400 этих глифов, и там уже математика немножко другая, получается 1600. Но давайте все-таки будем рассчитывать, исходя из того, что вы не приобретали себе особый пропуск. Получается 1200 глифов в день. Если мы говорим о 11 днях данного ивента, то у нас суммарно получается 13200 глифов. Ну и плюс к тому, стоит отметить, что здесь на некоторых из уровней есть вот такие вот специальные бустеры с вороном. На восьмом уровне три бустера и на первом уровне семь бустеров. Если я правильно понял, то каждый из этих бустеров, вне зависимости от того, проиграли вы в бою или выиграли, дают вам еще 500 глифов. Короче говоря, если все это вместе сплюсовать, то получается 18200 плюс первый уровень открытый. Того получается, ребят, 19 левел. Дальше, к сожалению, вы не пойдете. Ведьма находится на 27 уровне, но и соответственно дальше 19 без доната пройти не получится. Какое мое честное мнение по поводу этого? Ну, мне, честно говоря, не сильно понравилось то, что вот в этих контейнерах, а именно на 15 уровне, допустим, контейнер, контейнер фолианта так называемый, положили машины. Но почему здесь нет самой главной награды? Хотя бы с вероятностью 0.3% можно было положить сюда лесную ведьму и было бы гораздо интереснее. Да, здесь есть Дракула, Ликан, Фараон, Хельсинг, Кошмар и Мэджай. Но все-таки самой главной награды ивента здесь нет. Да и плюс к тому, компенсация здесь за машины, те, которые являются коллекционными, 250 голды, как они и стоят, ну а за все остальные тачки исключительно серебро. Вот это то, что действительно меня немножечко расстроило. Все-таки хотелось бы, чтобы в контейнерах фолианта находились наши главные награды, так как это, в принципе, периодически бывает в нашей игре. Но так или иначе, ребят, я считаю, что в это можно поиграть. По одной простой причине, потому что вы получаете коллекционные предметы, которые вы потом сможете обменять. Вы получаете бустеры, вы получаете, грубо говоря, тысячу вот этих вот великолепных, которые нам сейчас нужны во втором нашем сезоне, осколков Fortiuman для того, чтобы прокачивать себе машины из второго сезона. Плюс вы можете получить себе милые какие-то мелкие ништячки, да, и плюс к тому есть всякого рода украшения для наших тачек. Допустим, камуфляж, тыквенный замес. В общем, я считаю, ребят, что не то, чтобы прям запотеть в это надо, но если вы не собираетесь донатить, то можете не выполнять каждый день всем, ну прям все 100% боевых задач. Ограничьтесь определенным количеством, которые позволят вам дойти хотя бы до вот этого контейнера фолианта. Ну а если прям уж совсем поднатужиться, то можно забрать себе еще обвес крылья ночи. Я думаю, что лишними не будут, тем более, что данная красота продается за голду, и лично я считаю, что крылья ночи это один из лучших обвесов в нашей игре. Он действительно круто смотрится на фоне определенных машин, в частности хэллоуинских тачек. Вот такое вот честное мнение, играть в это или не играть, безусловно, решать вам, но играть вы и так будете, потому что вы любите танки, как минимум точно так же, как и я, ну и, соответственно, каждый день все равно так или иначе выполняете боевые задачи. Может, все-таки стоит выполнить немножко больше боевых задач за день, для того, чтобы забрать побольше бесплатных наград. Пишите свое мнение по поводу данного игрового события, переходите по ссылке для того, чтобы посмотреть на великолепную лесную ведьму, забегая наперед, маленький-маленький спойлерок. Машина действительно удалась. Она действительно интересная, она действительно красивая, она действительно фановая, и она действительно доставляет удовольствие в боях. Мне лично очень сильно понравилось и мне на данный момент, ну прям грустно на душе, что данную тачку, скорее всего, заполучить себе в ангар не получится. На данный момент не имею возможности приобрести себе особый пропуск для прохождения данного события, чтобы данную красавицу вам все-таки водрузить на ее, как мне кажется, законное место в ангаре любителя хэллоуинских машин. Побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»